Итак, друзья, прошли ровно сутки и мои вареные бойлы подсохли. Подсохли они, конечно же, снаружи. Внутри они мягковатые. Если, в принципе, вы хотите проверить бойл, просто его разломите. Вы поймете, как он просушился и на запах внутри. Потому что, когда бойл усыхает, запах притухается. Я иногда хожу и думаю, остался ли запах эссенции или не остался. Разломил. Понял, какая консистенция и, в принципе, запах есть. Все. Отлично. И для того, чтобы быстрее высушить бойлы, я использую вот такое приспособление. Это сушилка для продуктов. Называется она марта. Модель 1951. В том году покупал где-то в районе 2000 на озоне брал. У меня остался последний ярус. Я его, в принципе, загружаю. Здесь вообще пять вот таких ярусов. Все бойлы, которые я накатал, они у меня сюда все поместятся. Выкладываю так. В середине здесь дырка. Туда главное не закидывать бойлы. Аккуратно. И как можно плотнее выкладываю бойлы, чтобы все поместились. Если у меня там десятка не помещается ровно в один слой, ну ничего. Здесь пять штук сверху докидаю все. В принципе, она вот так становится. Крышка она все равно будет приподнята. И все слои они приподняты. Здесь есть высота. Ее можно регулировать немного. Вот я все, в принципе, уложил. И здесь есть регулировка. Я рекомендую ставить, если вы хотите сушить эти бойлы, не сильно усушивать. Это примерно сутки и температура 45 градусов. Здесь вот нажимаешь впуск. Здесь это часы. 8 часов. Увеличиваем до 24, чтобы на сутки. Я опытным путем такую формулу и градусы. Градусы я ставлю 45. Вот 45 градусов. Все, я ставлю на сутки. Через сутки я посмотрю бойлы консистенцию, пощупываю, разломлю. Если он не устраивает, я буду упаковывать. Упаковываю я в вакуумную упаковку, покажу как. А пылики у меня просто сушатся. Я их не буду здесь сушить, потому что, в принципе, пылики могут до месяца, до двух лежать. Им ничего не будет. В принципе, можно хранить их в открытых пакетах, с ними ничего не случится. А варенку лучше упаковать. Итак, друзья, у меня пылики полежали вот в этих самодельных поддонах. Вот. И, в принципе, стали немного подсыхать сверху. Но все равно, когда нажимаешь, он такой мягкий. Даже неделю, вот полторы пролежали, они все равно мягкие. Для того, чтобы почувствовать вкус, разломите. И внутри как раз вот самый аромат. А сверху он чуть-чуть присушивается и меньше становится менее ароматизированной. Что я дальше делаю? Пыльки вообще сушатся. Их там месяц можно сушить. В естественных условиях, без всяких усушки, это месяц они сохнут. Поэтому, чтобы не тратиться на панатную сушку, там, как варенки я сделал, я их складываю. Вот такие коробки из-под пиццы. Причем коробки из-под пиццы, ну, потому что картон, он пропускает воздух, хорошо и влагу не это забирает. Вот. Сюда я пересыпаю все. Вот. И подписываю, естественно. Можно любые, в принципе, ящики. Мне удобнее было с подпиской. И вот здесь подписал дюшес. Все. Вот эту коробку из-под пиццы я вставлю в любое там подсобное помещение. У меня есть подсобки. Положу вот так, и они будут сохнуть. Я даже заглядывать в них не буду. В принципе, причине того, что... Ну, высохнут и высохнут. Вот мне неважно, через месяц их, через два, потому что сейчас зима. Придет март, конец марта, тогда буду уже перепаковывать вот в такие пакеты. Я купил вот таких 100 штук. Пакеты 20 на 30, 100 штук. Где-то там рублей за 150, за 200. Сюда влазить до 2 килограмм, в принципе. И именно пылики я храню вот так. Насыпаю сюда, сколько мне нужно. Или там в любую тару насыпали на рыбалку и поехали. У меня пылики досушиваются именно такие способы. Именно в картонных коробках из-под пиццы. Итак, друзья. Я погрузил, конечно, коробку, но мне интересно, сколько килограмм при том рецепте, который я приготовил, получился на выходе этих бойлов. Я, в принципе, взял весы, чашку для того, чтобы видеть цифру. Поставил сверху, вот обнулил ее, вот, и сверху ставлю как раз коробку. 3 килограмма 38 грамм. Даже если взять 138 грамм, откинуть вот на эту коробку картонную, да, сколько она там, 140 грамм весить, наверное, вот из-под пиццы. Вот как раз у меня и получилось 2 900. Про что я говорил, что на выходе около 3 килограмм я получаю. Вот, все, я ее отношу на хранение. Так, теперь, как лучше сохранить, с моей точки зрения, это чисто мое мнение, как сохранить бойлы вареные. Так, друзья, сутки прошли. Я просушил при температуре 45 градусов бойлы. Ну, в принципе, вот для интереса, чтобы вам показать, насколько они просушились. Вот, у меня стол стеклянный. В принципе, звучит, да? Я, наверное, в дальнейшем не буду, даже до 100 грамм на сутки стоять поменьше. Поставлю там часов на 20. Ну, вот. Отлично просушились. Они бойлы сухие, в отличие от пыликов. Потому что я их все-таки сушил. И варенка, она усушивается по-другому. Побыстрее чуть-чуть. Вот. В принципе, теперь я хочу всыпать все в чашку. Чашку у меня обнулю и взвешу, сколько получилось. 2 килограмма, 716 грамм, то есть 2 700. Пыликов у меня получилось 2 900, этих 2 700. Ну, в принципе, тот результат, к которому я растремился. Теперь, что я делаю? Я их упаковываю в вакуумную упаковку. Сейчас покажу, как. В общем, для вакуумной упаковки я покупаю вот такие рулоны на Алиэкспресс. Они специально для вакуумной упаковки. И у меня есть вот такой вакуумный упаковщик. Арнагар, что ли он называется. Вот. Тоже купленный с Алиэкспресс. Цены я напишу под видео, по чем покупал. Кстати, друзья, неважно, какие я вам ссылки оставляю. Дело в том, что магазин может менять свои акции в течение недели. Вот я купил, через неделю они поменяли свою цену. Поэтому вам лучше всего по вакуумному упаковщику задать в поиске и найти самый дешевый. Ну, это, в принципе, принцип работы Алиэкспресс. Когда-то дают скидки, потом они убирают. Данный бойл я разделю на 2 части и сделаю 2 вот таких пакета. Для этого я разрежу один. Примерно сантиметров 40 получится, наверное. Я не знаю, сколько нужно, потому что это экспериментальным путем. Я могу только размер понять. Когда упакую, первую партию. Я с одной стороны и с другой стороны по два шва делаю в упаковке. Почему вакуумная упаковка? Потому что у меня цель такая, уменьшить количество воздуха с прикасаемым с вареными болами, так как они все-таки на яйце. И второе, избежать влажности, так как я их сейчас в вакуумную упаковку запакую и отнесу в кладовку, она у меня холодная. Ну, естественно, я их подписываю. Это у нас DUS-6. С двух сторон подпишу. Ну и разобью, естественно, весами. 1,7 кг. 1,3 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 кг. Я вот так разминаю, чтобы он примерно более-менее нормально получился. В принципе, у меня пакет большеват, получился, я его немного подрежу. И следующий сразу отмерю, сделаю таким же, чтобы мне не переделывать. Все, у меня есть два пакета, сейчас я буду вакуумную упаковку запаковывать. Если вам, вы хотите еще сильнее ароматизировать, просто кампьте в пакет, пару капель, и у вас еще сильнее ароматизируется бойлосник сверху. Внутри-то они ароматизированы, сверху они подсушены, поэтому внутрь не попадет, а вот здесь как раз все самое нормально. Ну и, в принципе, вакуумная упаковка. Я вот нажимаю, здесь зеленая кнопка, нажимаю, пока до красной она будет высасывать воздух, пока до красной не загорится. Ну и, в принципе, здесь вот сверху придерживаем. Все, красная замигала, вот, сейчас заклеится. Все заклеилось. Раз, и второе сразу делаю шов. Ну, более надежно, все-таки, когда с двумя швами, это уже на практике я убедился, поэтому я буду делать два шва. Второй шов быстро, потому что воздух не надо вытягивать, он просто клеит, и все. Все. Вот я получил вакуумную упаковку. Да, бывает, что щелочка, и он, как бы, пропускает воздух, но при таком хранении, в любом случае, лучше хранить. Вот такой упаковке, чем просто на открытом воздухе бойло. Итак, весь процесс поближе. Я отрезал кусок, предыдущий с размером, с этим. И вот сейчас буду делать. Первое, что я делаю, это делаю с одной стороны швы вакуумный упаковочек. Закрываю по бокам. Здесь в середине просто придавливаю, чуть придавливаю. Так нужно. Первый шов, вот, есть. Делаю для надежности второе. Все-таки это домашний вакуумный упаковочек, поэтому он не настолько надежен, как промышленный. Вот здесь помпочка, ее так поднимаешь, и вакуум отходит. С боков отскрепляешься, и все. Ну и, в принципе, я хочу подписать здесь название бойлов. Иногда я подписываю килограммы, 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 чтобы ориентироваться. Ну и с этой стороны, чтобы тоже ориентироваться, с любой стороны взял бойлы и прочитал. Теперь, закладываю бойлы. Когда заложил бойлы, я их немного распределяю по пакетам. Вот, чтобы он такой был. Смотрите, первый шов вот так распределяю, да, и закладываю первый шов, вот, чтобы сюда конец заходил, в середину, между двумя поролонками. Что это такое? Здесь будет вакуумно отсасываться воздух. Так, раз. Защелкиваю, и пошел процесс. А вот отсюда, сейчас вы увидите, как будет отсасываться воздух. Вот. Видите, воздух уходит, и целлофан обтягивает бойлы сильно. То есть, воздух отсасывается. Красное загорелось, все, сейчас спайка идет. Все. И второй резервный, как говорится, чуть-чуть вот так уберу. И опять. Все. Вот я получил одну и вторую пачку бойлов. Итак, друзья, я вот упаковал два пакета, по 1,350 кг. Отнесу в холодную кладовку, положу в коробок. Там прохладно, оно у меня прохладное. Там будет лежать до лета вот эти как раз бойлы. Спасибо всем, кто просмотрел все части видео. Надеюсь, вам эта информация кому-то понравится. Поэтому, прошу, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите канал дальше, будет много интересного. Спасибо.